«Польские оппозиционные партии пообещали продолжить блокировать сессионный зал Сейма. Они призывают правящую партию «Право и справедливость» провести повторное голосование за бюджет 2017 года. Его приняли 16 декабря в боковом зале, поскольку основной заблокировала оппозиция. Противостояние вспыхнуло на прошлой неделе из-за планов правительства ограничить доступ в здании Сейма для журналистов. Позже правящая партия пообещала провести консультации со СМИ по этому вопросу. Теперь оппозиция переключила своё внимание на бюджет. Она утверждает, что он был принят незаконно. «Мы свободные граждане свободной страны с огромной поддержкой населения. Мы надеемся, что мы победим, и что они вернутся к тому месту заседания, где оно было прервано. Парламент должен быть открыт для СМИ без ограничений. Нам нужно должным образом проголосовать за бюджет». Ранее в среду лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Кочинский сказал оппозиционерам, включая парламентариев, что их действия незаконны. Оппозиция же обвиняет власти в переходе к авторитарному режиму. Эти опасения в последний год спровоцировали ряд протестов, включая многотысячную демонстрацию парламента в прошлую пятницу. Протесты в основном были мирными. Однако полиция теперь окружила здание сейма заграждениями. В последние годы «Право и справедливость» поместила под свой непосредственный контроль общественные СМИ и прокуратуру. Она также изменила законодательство, которое определяет работу Конституционного суда. «Думаю, ситуация очень опасная. Согласно последним двум постановлениям, деятельность ПКС парализована». В начале года в связи с принятыми законами Еврокомиссия начала оценку нововведений на соответствие их правовым нормам. Результатом может стать отзыв права голоса Польши в ЕС.